Девушки отдыхают 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 по указателю пойдем вход в лечебный корпус отдельный но это вход для тех кто проживает в шестом корпусе вот на территории находится а вот рядом сам шестой корпус который считается главным корпусом горы горы не зря пятигорском назвали 5 гор тут сейчас пройдем здесь будет вдалеке и погода позволит виден эльбрус как высоцкий пел эльбрус самолета видно здорово вдалеке гора это еще не эльбрус это к пятигорску еще относится вон далеко-далеко сегодня какой-то туманчик маленький дымка мешает мне в экран мешает смотреть солнце вот как тут не спросите стакан а а а а а Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что она. Я тебя услышала, я поняла, далеки, далеки, дурак. Снова встаю одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова встаю одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Вот тебе и Пятигорск. 19 марта, снега по колено, ветерок дует, насквозь пронизывает. Все деревья стоят в свинке. А вот это клуб. Сейчас зайдем с другой стороны, посмотрим, как он выглядит снаружи. А потом... Вот так выглядит клуб снаружи. Я бы даже назвал это не клуб, скорее, а дворец культуры. Вечер на воздухе. Фильмы показываются. Фильмы, причем, не такие захудалые старые, а современные. И вот, что меня тут в санатории удивляет всегда. Ящик для обращения граждан по фактам коррупции. Книги, жалобы, предложения нигде не найдете. Видно, жаловаться не на что, а вот коррупцией надо бороться. Захлестнуло, видать. Я шучу, конечно. А вот здесь находится рядом с клубом. Такая зона отдыха. Очень приличная. Летом видно, здесь фонтан бьет. Деревья пострижены. Беседка. Кусочек выглядывает. Спустыкаться не хочу. Здесь ленты ограждено, чтобы не поскользнуться на снегу. А это символ Пятигорска. Орел, держащий в руках змею. Подлинник этой скульптурной композиции установлен на горе Машук. Но в санаторий, конечно, уменьшенная копия. Это наш номер, в котором мы проживаем. Называется, народ, двухместный двухкомнатный люкс. Что здесь имеется? Вот вы видите. Шкафчик, вешалка, холодильник, микроволновка, чайник, зеркало со столиком. В ванной комнате находится пиде, сиденье, ванна, находится сушилка. Все очень прилично. А вот комната отдыха. Здесь балкон имеется. На балконе освещение. Вот кондиционер. Это трюмо. Какой-то буфет. Буфет. Извиняйте. Сервант. Сервант, да. Трюмо. Здесь всякая посуда. На любой вкус, выбор. Очень много посуды хорошая. Телевизор. Остальное пока не буду показывать. Вот это спальня. Еще один балкон. Трюмо здесь. Шкафчик. Сушильная доска. Гладильная доска. Есть фен. Есть утюг. Все очень прилично. А вот ложка дегтя в этой бочке меда. Диван. Как видите, чтобы наглядно было. Покажу. Диван продавленный весь. Вот в отверстии, из которых торчат пружины, я вставил ложки. Ложек не хватило. Еще и вилки. Все это было стыдливо прикрыто тряпочкой. Чтобы когда входишь, человек не мог догадаться. Какой сюрприз его ожидает. Рядом кресло. Тоже дырявое. Тоже продавленное. Чтобы с кресла или с дивана встать, надо приложить хорошие физические усилия. Но поскольку это санаторий для лечения опорно-двигательного аппарата, наверное, подразумевалось, что эта мебель будет являться тренажером. Ее уже не меняют со времен царя гороха или основания санатория самого. Вот таких два пуфика есть. Довольно приличные, хорошие, мягенькие. Но на них не откинешься, если болит спина. Вот церковь. Это за территорией. А рядом гора, у подножия которой находится наш санаторий. Там даже канатная дорога есть. Вот это питьевой пивет. Рядом санаторием. Где вода. Нарзан. Этих источников несколько рядом. В этом источнике вода теплая, сильно газированная. Холодная здесь. Холодная, да. И сильно вонючая, сероводородом пахнет. А есть еще источник с другой стороны. Там вода теплая, но слабо газированная. Рядом с биветом монумент находится. Заложником, генералом, офицером, казакам и мирным гражданам. Зверский убитым большевиками в городе Перегорске в 1918 году. Вот что видим. Первый. Князь Багратион Мухранский. Подполковник Бархударов. Барон, подполковник Дефоржет. Итого здесь 97 человек не вместилось все. Это и написано. И другие внизу. Да. Еще князь. Вот цель нашего похода. Подняться на самую верхотуру. Вот на таком фуникулёре. Пешком туда вряд ли заберешься. Санаторий Ленинские скалы. Здесь каждый камень Ленина помнит. Надпись, наверное, еще при жизни Ленина сделана. Такого она цвета. О, выгорелось. Редкий кадр. Ленин на скалах. Здесь надо было забраться туда. Краску затащить. Успеем. С колясочкой загружаются. Вот весь Пятигорск. Как на ладони. Каментная доска. А вот, что тут наверху творится. Народ. Столики. Пятигорск. 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 указатели какую сторону бежать Пятигорские окрестности В обратную сторону спускаемся Пятигорские окрестности Пятигорские окрестности Пятигорские окрестности Вот специфичная архитектура у этого здания, кофейня, а тут парк. Ну, сейчас пойдем на проспект Кирова, кафе Печорин. Рядом с институтом курортологии красивый храм, большой золотеный купола. Да, чего в Пятигорске с избытком, так это автомобили. Вот, посмотрите, что тут творится. Вот так везде, санаторий Тарханы, а напротив него мемориальный комплекс, называется домик Лермонтова. Вообще-то не его домик, он тут в гостях был, ну, жил некоторое время у своего друга. Вот, территория-то. А вдали уже сам город в низине находится. Мемориальная доска, парк Цветник. А вот всем известная фигура. Подайте бывшему депутату Государственной Думы. Добрый день. И, значит, он запекает булочки. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Тебе-то хочу плакать булочки. Тебе-то хочу купить воду. Куполет-мпо-капа. Только,chin. Тебе-то продвинуть. Это все очень большие. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...